чей канал нету никого ну все сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить да пейте ради бога я каким боком могу вам помешать даже если я был противником потребляет же ваше личное дело вы же мне не навязываете это нет в дупу главное не сверлись и не жри нет я имею ввиду то что может дальше пролистали пиво пьет это лучший собеседник давай пропилку если вам удобно пить санкт-петербург да на любые темы общаюсь я только зашел не успел еще ни с кем сегодня переговорить давай сами откуда да тоже неплохо ну вообще одесса красивый город очень с историей определенной с определенным шармом своим вот ну тоже интересно пообщаться с одесситами конечно но уже уже достаточно много да нет я родился в ленинграде просто переименовали в свое время город а так тут и живу но только уже санкт-петербург давайте по одесски если у вас вопросы какие есть я не знаю о чем вы беседуете тут да в основном ко мне цепляются с политикой и так далее цепляются к вам а зачем цепляться то если вы не хотите говорить о политике зачем заставлять если если вас эта тема не очень пугает можно обсудить вот допустим как считают в одессе как вы лично считаете с чего начался вот этот вооруженный конфликт между россией и украины что произошло что сподвигло российские войска и вот командование ввести до вооруженные силы какими какие например то есть у нас элита завладела украинскими заводами там всякими это а что за заводы у вас были вам факты надо говорить блять я думаю мы просто попиздим посидим я свои сказки порассказываю вы свои сказки только факты надо тогда листайте вы считаете что они скупили и дальше что хорошо пропустим этот момент вообще прошла у нас так называемая революция гибности так революция гибности на гибности и так далее ну в общем прошел там какой-то определенный процесс смены одного олигархического строя на другой россия подсуетилась оказывается то есть они что-то меняют а мы подсуетились кто рассказал что крым кто-то захватил тоже в жж прочитал да быть это было решение людей которые там живут народ крыма два с половиной миллиона человек до на пришли на референдум проголосовали может это все-таки выбор народа был а российская вот как вы говорите спицулю 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 баба юлю и подписался бы от бабы ралли у тебя с мозгом что-то это происходит какую спицулю нет он такого не говорил он говорил давайте 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 давай при нас что что хотите видите мне интересно да но только прямая речь путина они комментарии ваших средств массовой информации и глубоко не вводи а то оторвет конечно конечно вот да и я вам могу сказать что путин говорил о том что задействованы была как спецоперация до привлечи привлекались наши спецслужбы для на януковича извали вызволение януковича из украины да и перевозка его в крым это было такое не не вот включайте что вы нашли да очень плохо слышно может быть украина а именно крым и севастополь как база российского военно-морского входа является ли крым и севастополь такой целью для россии вы сказали следующий цель у нас не было и здесь никакой цели поэтому считаю говорить о какой-то следующей цели некорректно это первое по полу пол говна поел секунду где 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 другой унитаз так мы из этого говна поели секунду не тот унитаз открыл секунду это говно я уже ел так не тот не тот унитаз открыл да из этого тоже халл так еще раз поел следующий признала россия нарезку нарезку нашли украинского телевидения правильно нарезку либералы и украинское телевидение это равно нарезку сделали и высказывали но надо послушать на нет это не наши либералы нарезали это нарезали ваши украинские средства массовой информации но включите 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 что вы хотите а на каком канале выложена этот эта беседа как канал называется баба галя же же это украинская это радио свобода американская американские средства массовой информации которые вещают на украину называется крым реалии донбасс реалии это все радио свобода американская но нарезочку вы сделали они давайте что вы хотели вот то что врубать твой унитаз будешь сейчас из него жрать давай причем здесь наши либералы это слова путина которые нарезали ваши украинские средства не можете можете включить что вы хотели не мы мне интересно вы считаете вы считаете что крым кто-то захватил вот и привели в пример что подтверждением того что крым захватили есть слова путина вот я и хочу послушать слова путина где он говорит что крым он захватил а ну я не знаю а как тогда тогда нет а как надо доказательства опять опять доказательства надо я вам где их возьму ну врубать врубайте врубайте но вы найдите тут но вы тот кусочек найдите где он говорит то что вы сказали не он он точно говорил о том что он распорядил давайте давайте будем слушать он он не говорил этого вот вам нарезочку сделали из того что путин наговорил в разное время я уже понял что я не буду не буду слушать все понял с этого унитаза тоже мы похавали дальше не будем ну 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 вы сами вы сами потом прослушайте переслушайте основное да основное что путин говорил в целый же снят документальный фильм да о говна поел надо запить запей называется крым возвращение домой да прекрасный фильм вот и там много владимир владимирович говорит интересных вещей но нигде ни в одной этой в двухчасовом фильме он не говорит что крым захватили в том что происходило в крыму основным основным действующим лицом был народ крыма и народные дружины республики крым которые сформировались начиная с двадцатых чисел февраля да как очень близок очень близок особенно сейчас пиука накинул литров 70 я очень стал близок к народу крыма сильно близко стал я вам ответственностью того человек который близок к этому народу могу сказать что ну пока кровь не пролилась там действительно там все очень очень хорошо относились к России и к присоединению к России ну вот да именно так а кровь пролилась кровь пролилась и тут не надо и тут не надо там выдумывать было все хорошо кровь пролилась уже ну в таком объеме когда это уже принято говорить об этом это уже на Донбассе ну а Крым здесь причем и тогда Крым чё поменял свое мнение или что случилось на Донбассе погибло 14 тысяч человек только по одной причине что ваши власти во главе с Турчиновым а потом Порошенко российские войска туда к сожалению не зашли зашли туда российские войска не пролилась бы кровь но то уже другая история они войска Украины добровольческие батальоны отправить в Крым побоялись потому что там была российская армия а то что на Донбассе люди тоже не захотели быть с Украиной туда Порошенко Турчинов войска отправили и там развязали войну вот с этого все началось началось с того что вооруженные люди из Украины из Днепропетровской там других областей поехали в Луганскую и Донецкую наводить порядок А как отдельные области Луганской и Донецкой вот эти от Украины областей Луганской и Донецкой они кормили армию платили наемникам которые из России приезжали не было наемников там были добровольцы там была у всех обычная зарплата каким наемникам они платили вам кто это рассказал ну вот например один из них стал в единственной личностью есть такой Эдвард Билл там например он там ну эдвард Билл эдвард Билл был наемником на Украине пранкер алло дядь ты точно ЖЖ Бабы Галли читаешь? ты какой-то другой ЖЖ посчитал еще раз ну вот например один из них стал в единственной личностью есть такой Эдвард Билл серьезный Эдвард Билл эдвард Билл да вот он есть такой человек который ну вот он когда на семью деньги зарабатывал он там поехал служить на Донбасс от России Эдвард Билл поехал служить на Донбасс от России так у нас тут референдум в России кто от России поедет служить на Донбасс? кто? что никто? тогда предлагаю Эдвард Билл все за ну все Эдвард собирайся значит что вот тебе в дорогу витаминки на витаминки это самое что там тебе вот бумажка на все братан езжай воюй ну от России от всей один поедешь ну да ну там ты наемник будешь там тебе платить будут да лайками иногда дизлайками ну там как отработаешь все давай это там не посрами Россиюшку матушку давай Эдвард езжай воюй понятно понятно кто вот этим ну вы знаете вы знаете зарплата зарплата в армии ДНР ЛНР была пятнадцать тысяч рублей в четырнадцатом пятнадцатом шестнадцатом главный наемник российской федерации если что я не то что верю я это знаю я это абсолютно точно знаю ну слушайте мы узнали про Эдварда Билла кое-что интересное оказывается он наемник да по нему гаага плачет стоит там в углу и плачет гаага а где этот Эдвард Билл да давайте мы его посадим беги на луну а то тебя посадят Эдвард беги все и вот подберем к я и вот все и все и